Исчезновение Эмилин Брэдли, до сих пор одна из самых загадочных историй, происходивших на корабле. В 1998 году 23-летняя Эми из Вирджинии пропала во время круиза по Карибскому морю, в котором она была вместе со своими родителями. Всю ночь она танцевала в клубе, утром отец видел ее в каюте, спящей на балконе, но спустя всего полчаса с тех пор, как мужчина заглядывал проверить свою дочь, девушка пропала. Растворилась в воздухе. Корабль обыскали с носа до кормы, но безрезультатно. В 1999 году военнослужащий американской армии рассказал, что встретил в борделе женщину, называвшую себя Эми Брэдли, но обнаружить девушку по указанному адресу не удалось. В 2005 году родители Эми натолкнулись на фотографию, где была изображена женщина, поразительно похожая на их дочь. Вероятно, Эми позировала в откровенной позе и, судя по лицу, находилась под воздействием наркотиков. Родители Эми считают, что их дочь похитили и продали в сексуальное рабство, и обещают выплатить 250 тысяч долларов за ее возвращение. Поиски продолжаются. На корабле-гиганте, где работала Ребека, кроме нее было еще 2400 пассажиров и 945 членов экипажа. Она работала на судне аниматором, но однажды утром просто не вышла на работу. Никаких следов девушки, только вещи. По информации Daily Mail, Майк и Эн Кориам обратились к властям с требованием разобраться, почему во время круизов исчезают люди, что происходит с безопасностью на круизных лайнерах. Но ответы на свои вопросы они так и не получили. За 16 лет, начиная с 1995 года, зафиксировано 165 таинственных исчезновений людей с круизных лайнеров. В конце концов, исчезновение Ребеки было признано самоубийством, по версии полиции, девушка выбросилась в забор. Родители не верят в эту версию, они считают, что таким образом от них просто решили отделаться. Джордж Смит из Гринвича плыл на корабле компании Royal Caribbean сияние морей, Brilliance of the Seas, по Средиземному морю. Это был одиннадцатый день его свадебного путешествия. В тот вечер он много пил и играл в казино в компании своей жены Дженнифер Хагель Смит. Его исчезновение обнаружили в 4 часа утра. Пассажиры соседних кают пожаловались на шум из каюты супругов. А на следующее утро на навесах спасательных шлюпок, которые находились как раз под окном их каюты, нашли кровавое пятно. Нашелся и кровавый отпечаток ладони, но после того, как корабль вошел в док, его смыли и закрасили. Следы крови были также в каюте. Семья считает, что на судне произошло убийство, которое судоходная компания отрицает, чтобы не портить свою репутацию. Рано овдовевшая Дженнифер Хагель Смит пообещала вознаграждение в 100 тысяч долларов за любую информацию о происшествии. Компания Royal Caribbean комментирует это событие так. «Мы не знаем, что произошло с Джорджем Смитом, кроме того, что он трагически исчез с лайнера. Однако мы продолжаем активно сотрудничать с ФБР в надежде, что агентство найдет убедительные ответы на все вопросы». 47-летняя канатка Фариба Амани пропала в феврале 2012 года. Она была на корабле Bahamas Celebration вместе со своим бойфрендом Рамизом Гальшани, с которым они встречались уже 8 месяцев. Гальшани в последний раз видел свою подругу в сувенирной лавке примерно в час ночи, после этого он один отправился в казино. А когда вернулся в каюту, там никого не было. Он лег спать, но утром проснулся и обнаружил, что Фариба так и не вернулась. Спустя час он сообщил об исчезновении женщины членом экипажа. Сестра Амани рассказывала, что отношения Фариба и Рамиза были не самыми теплыми, женщина даже собиралась нанять частного сыщика, чтобы тот выяснил, не изменяет ли ей бойфренд. Тем не менее никаких улик против Гальшани найдено не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова